Цитата. «На одной красоте отношения не построишь, а вот если человек может вас размешить, ой-ой-ой, с таким можно прожить целую вечность». Всем большой привет, с вами Ксюша. Я нахожусь в отношениях 5,5 лет, и за это время мы ни разу не расставались, но при этом было много как счастливых моментов, так и ошибок и выводов. И сегодня как раз-таки об этом. Одно из самых важных вещей, которые я поняла, это то, что человек не должен быть таким, каким вы ожидаете, то есть соответствовать вашим ожиданиям и быть таким, каким хотите этого вы. Самое важное — это давать своему любимому человеку быть таким, какой он есть. Быть особенным, с такими плюсами и минусами, которые вы, возможно, не понимаете. Вроде бы принимаете, но хотели бы, знаете ли, изменить. Именно эти особенности делают его уникальным, не таким, как вы и не таким, как другие люди. Поэтому не нужно подгонять вашего любимого человека под собственные шаблоны. Например, вы занимаетесь йогой и хотите, чтобы ваш человек тоже занимался йогой. Или вы любите завтракать такой едой, а ваш любимый человек другой. Если ваш человек не делает ничего плохого, то пусть он занимается теми вещами, которые вы не понимаете, слегка не принимаете, но зато он будет счастлив и будет полностью проявлять себя этому миру. Следующая ошибка — это думать, что в ваших отношениях никогда не будет проблем, и что проблемы — это плохо, и это признак того, что у вас нет любви и пора расходиться. И на самом деле цветочный букетный период, который есть в начале любых отношений, может создавать иллюзию того, что вот это и есть любовь. А когда начинаются проблемы, то значит, вы с человеком чем-то не сходитесь. Да, такое может быть, но нужно отличать проблемы реальные, когда у вас совершенно разные взгляды от тех проблем, которые возникают просто, когда вы притираетесь друг к другу, когда вы узнаете больше друг друга и находите те проблемы, которые вы вместе можете решить. Вы углубляетесь в самый суть человека, и, как и в океане, вы можете обнаружить там подводные камни. Но, тем не менее, этот океан не становится для вас плохим и нелюбимым. Мой собственный пример — первые три года отношений мы совершенно не ссорились, у нас не было ни одной ссоры. Но далее мы стали больше притираться друг к другу, также это был период, когда мы съехались, и, конечно, у нас начали появляться проблемы в разногласиях, либо какие-то бытовые проблемы. Я бы даже не назвала это глобальными проблемами, но все-таки в жизни это принято называть именно этим словом. Так вот, проблемы — это нормально. В каждых отношениях они есть, не переживайте. Но главное то, как вы справляетесь с этими проблемами. Следующая ошибка — это не говорить вашему партнеру о том, что вам не нравится. Возможно, из-за страха обидеть, быть непонятым или разрушить идеальную картину. В этом нет ничего плохого — выражать свое мнение, говорить о своих неподдельных чувствах, которые идут из души, от сердца, то, что вы реально ощущаете. Если день за днем копить эти невыраженные эмоции, то они фоново будут создавать у вас некоторое беспокойство и даже эмоциональное отдаление от партнера, потому что между вами и ним возникает некоторый секрет, который вы просто боитесь по каким-либо причинам озвучить. Но я каждый раз убеждаю, что лучше рассказать то, что вам не нравится, лучше вы это как-то обсудите, возможно, поссоритесь, или у вас будут совершенно разные взгляды, и этот разговор будет неприятным. Но спустя время этот разговор может вывести ваши отношения на новый уровень. На новый уровень понимания, доверия, доверия своих эмоций. А еще, может быть, вы раскроете новые грани своего партнера, и вы думали, что вот он точно не поймет мою проблему, что мне не нравится, а он хоп и понял. Либо спустя время он сначала был не согласен, а спустя время подошел и теперь я понял, что тебе не нравится, и я постараюсь тебе как-то помочь. Поэтому не бойтесь выражать ваше мнение, тем более самому близкому и любимому человеку. Следующее, что я поняла, когда вы находитесь в отношениях, важно иметь независимость от вашего партнера и уметь самому о себе позаботиться. Независимость в отношениях можно понимать в разных сферах. Например, иметь собственное хобби, увлечение, собственное мнение, то есть определенную точку зрения, которая может отличаться от точки зрения вашего партнера. И конкретно сейчас я хочу упомянуть про работу и деньги. Мало ли, что может в жизни произойти, важно быть независимым. Да, в некоторых жизненных ситуациях мы можем обращаться к своему любимому человеку. Например, у нас какие-то финансовые трудности, мы переходим с одной работы на другую, либо мы просто беременные. Но в остальном важно иметь собственный источник дохода и быть независимым. Поэтому, если вы еще не нашли свое дело по душе, то хочу рассказать вам об образовательной платформе Skillbox. У Skillbox есть разные направления, но одно из самых востребованных – это курс «Графический дизайнер», который позволит вам освоить новую профессию и быть независимым. Профессия «Графический дизайнер» – это возможность быстрого входа в IT-индустрию. Ведь все IT-компании нуждаются в фирменном стиле, в баннерах и в креативах для соцсетей. На курсе вы создадите ваш первый проект по реальному брифу от крупной компании. А также освоите программы «Иллюстратор», «Индизайн», «Фотошоп» и «Фигма». Помимо основного обучения, вам будут даваться специальные задания. Например, сделать афишу для мероприятия. Как и в реальных условиях, сроки будут сжатые, а в конце проверяться специалистами. Кураторы курса – это практики из «Пиксис», «Крок», «Пинкмен» и другие. Вы сможете учиться уже сейчас, а внести первый платеж через 6 месяцев обучения. При этом уже на четвертом месяце вы сможете брать первые заказы и монетизировать полученные навыки. Доступ к курсу со всеми обновлениями у вас остается навсегда, так что это долгосрочное вложение в свою карьеру. Кстати, приятный момент – в конце обучения вас ждет гарантированное трудоустройство. Если у вас возникли вопросы или хочется узнать подробнее, то ссылка будет в описании. И да, сейчас действует скидка 50% плюс второй курс подарок. А по моему промокоду еще и дополнительная скидка 5%. В общем, заглядывайте. Следующий пункт, который я осознала – это не нужно сравнивать свои отношения с отношениями других людей. В особенности я говорю про кино. Вот просто ни в коем случае не нужно. Потому что если Леша сейчас будет смотреть это видео, он просто посмеется. Иногда мы сидим с ним вместе, смотрим кино, и я такая «Он я изменил!» Или «Ой, смотри, как он сделал!» Потому что я такой восприимчивый человек, я многое сразу же начинаю перетягивать на себя, на свои отношения. И начинать бояться, что вот у нас может произойти так же, или вдруг Леша плохой. В общем, да. Поэтому все-таки со временем я поняла, что не стоит зацикливаться на том, какие отношения в фильмах, сериалах или у ваших близких, знакомых, родных. Понятное дело, фильмы, там зачастую все романтизировано, и это просто вымышленная история. Но если брать реальные примеры, ваши близкие друзья, то вы же не знаете всей картины. Вы можете замечать только хорошее, перетягивать это на свои отношения и думать «Ой, а у нас все плохо, ой, а вот у них все классно, идеально, а вот у меня не так». Но повторюсь, мы не можем знать полной картины, поэтому не нужно сравнивать свои отношения с другими. Лучшим решением является просто взять и проанализировать собственные отношения. Если вы находите проблемы, то решайте их индивидуально в рамках своих отношений. Следующее, что я поняла, это не нужно воспринимать как должное. Это не приведет к прекрасным волшебным отношениям. Всегда говорите «Спасибо», «Пожалуйста». Знаете, как незнакомцу на улице, который придержал для вас дверь. Вы в 100% всегда скажете «Спасибо». Но когда вы с человеком долго, вы, возможно, уже привыкаете к этому, что он придерживает вам дверь или что-то помогает сделать, готовит ужин, завтрак, всегда будьте благодарны. И это будет перетягиваться не только на вас, но и на вашего человечка. Он 100% это заметит, почувствует. И тогда вот эти мелочи не будут восприниматься как должные. Потому что из мелочей и строится наша ежедневная рутина, наша ежедневная жизнь и отношения. Следующий пункт, вывод, называется «Юмор». Я поняла, что юмор — это ключик ко всем, ко всем отношениям. С юмором гораздо легче жить, и, конечно же, это применимо и в любовных отношениях. У Бакмана есть такая фраза «На одной красоте отношения не построишь. А вот если человек может вас рассмешить, ой-ой-ой, с таким можно прожить целую вечность». Я делилась этой цитатой в своем телеграм, если что заглядываете, я буду рада вас там видеть, потому что там я каждый день. Следующее, что я поняла, это нужно иметь собственный круг общения. Не нужно быть частью его компании и выбираться погулять только в компании его друзей, потому что это может дать не самый лучший итог. Вот представьте, я, конечно, реалист, верю как в вечные отношения, так и в отношения, которые могут закончиться по той или иной причине. Так вот, отношения закончились по той или иной причине, и вы остались одни. И при этом у вас нет друзей, например, была какая-то старая подруга, с которой вы совершенно перестали общаться, когда у вас появились отношения и появился вот этот круг общения вашего молодого человека или девушки, и вам нужно с нуля все начинать. Потому что друзья и общение — это очень важно, это занимает значительную часть нашей жизни. Поэтому, чтобы не было такой неприятной ситуации, что вы остались абсолютно одни, у вас некому не спросить помощи, не совета. Выстраивайте свои отдельные коммуникации. Пусть у вас будут подруги, с которыми вы гуляете, дружите. Я думаю, многие находят друзей еще со школы, в университете. Но если у вас таких друзей не осталось, то пойдите в кружок по танцам, рисованию или еще куда-то, и там обретите новые знакомства, потому что коммуникация очень важна. И самый наш любимый пункт — это ревность. Куда же без нее? Особенно в начале отношений, особенно когда у вас мало опыта в целом в отношениях, и это ваши первые отношения с человеком. Ревность, если ее больше, чем вот столько, она не приводит ни к чему хорошему. Ревность лишь дает понять, что вы не уверены в себе, вы себя не любите, как-то не цените. И также вы не верите своему партнеру. Поэтому самое большее, что мы можем сделать, когда у нас возникают какие-то вопросы, знаете ли, там, это кто или что-то такое, самое лучшее — это просто спокойно поговорить, спокойно спросить и сказать о своих чувствах. Но никак не ревновать по мелочам или от скуки, или где-то вот так в уголочке сидеть и просто себе накручивать. Такого делать не нужно. Следующий вывод, который я поняла, — это обязательно мириться до сна, до наступления следующего дня. Если вы любите человека и поссорились по действительно каким-то мелочам, незначимым вещам, то просто берите и миритесь. Особенно, если вы затеяли эту стычку и особенно, если вы чувствуете, что вы виноваты. Можно сколько угодно доказывать свою правду и так далее, но есть одна прекрасная фраза, которую я обожаю — это «Можно быть правым, а можно быть счастливым». Леша бы, наверное, сейчас пошутил «А можно быть левым». И последний пункт под звездочкой — живите моментом. Живите настоящим. Если вы искренне любите человека, всей своей душей, то проживайте каждый день, каждый миг с этим человеком, потому что никто не знает, когда закончится наша жизнь. Да, это немножко печально, но лучшего момента — быть счастливым, быть любимым и любить, чем сейчас нет. Поэтому сейчас самое время подойти, сказать «Я тебя люблю», обняться и, наконец-то, принять его мелкие изъяны, позволить своей половинке быть таким, какой он есть. Да даже не половинке, а отдельному человеку. Да, такое странное название, как «две половинки, но мы все-таки две разные личности». Поэтому принимайте эту личность, любите и позволяйте ей быть таком, таким, такой, какой он есть. Ну а сейчас упражнение для того, чтобы обновить ваши чувства к своему партнеру. Закройте глаза, вспомните самое начало, что вас привлекло в вашем партнере, что зацепило и что затронуло вашу душу и сердце. А еще вспомните мелочи, которые этот человек каждый день делает для вас. Да, возможно, это мелочи, но именно через них проявляется любовь этого человека, забота, трепет и тепло. Ну а теперь открывайте глаза, возьмите листок бумаги и запишите все-все-все, что вы цените в вашем партнере. Это позволит вам по-новому взглянуть на вашего человека, вспомнить все, за что вы его полюбили. И при желании, конечно же, вы можете подарить этот листок и тем самым сказать, за что же вы любите своего любимого человека. Если вам понравилось это видео про отношения, то отправляйте сердце в комментариях. Тем самым давайте увеличивать любовь в этом мире, проявлять любовь, дарить любовь, быть любимым и самому любить. Ну а я с вами прощаюсь, люблю вас и до встречи в новом видео. Пока-пока! Все, Ноксик, можешь шуметь. Я, кстати говоря, в брошенных штанишках, пока я веду субтитры, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok